всем доброе утро у нас во дворе пахнет тайгой вот за этой кучи леса как в бару как будто пошел в поход и приночевал в палатке вылазишь из нее вот таким вот пахнет хвоей вот у нас закончились дожди три дня лилом два дня не переставая вчера маленько солнышко появилось после обеда и вечером даже мы маленько на часовой часа три на 4 у нас было солнце и потом резко резко прям как налетела такая буря все по у нас там даже это были открыты ветром все снесло залито все дождем прям я уж показывала ваш муж видите везде лужи но это уже маленько впиталась вот там вот лужа ну короче под травой здесь везде лужи отдел уже но ну конечно же впитает сейчас ветерочек бы без дождя маленький небольшой подул бы чтобы еще и мне покосить на тракторе чтобы мне покосить полина с димой едут ну приедут сегодня мне надо там выкосить крапиву потому что ему ну там забор делать он весь обожжется этой жалицы вот и короче говоря косить 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 и косить ну вот в принципе все наверное с что хотела сказать мы с мамой сделали вчера цыплятам кроличьи клетки хотела одну потом передумали в итоге сделали в старых клетках но вот солнышко ждем солнышко выйдет вытащим их на улицу все подготовили только вытащить осталось потому что цыплятам места уже мало бролеров надо отдельно садить ну как бы они кушают больше и они вообще крупнее и растут они быстрее эти-то малыши им как бы так я не то чтобы не хватает но не хватает вот планов много земля очень сырая не в ней вообще сделать ничего нельзя мама вчера капусту садила там подсаживала где у нас наша не вылезла подсаживала капусту прям вообще там каша поэтому землю ничего делать нельзя будет наши сегодня приедут хотели на рыбалку съездить куда-нибудь съедет на рыбалку на ночь приедут завтра утром и вот будет делать забор поэтому я сейчас вплотную занимаются будут покосом мама наварила вкуснячью кашу наелись каши подкрепились и пойду солнышко как у нас разыгралась наконец-то но ветерок дует я покосила траву не знаю сколько я литров истратила истратила сколько литров я бензина сколько заправок делала если честно уже со счету сбилась но ну наверно литра полтора наверно того что я 200 грамм пролила но у меня сегодня очень тяжелые участки были я прямо сейчас покажу рука штрясется очень тяжелые были участки трава такая прошлогодняя там и мы ее не убирали там ну точнее я один раз убирал брала а потом она по новой выросла мы ее не скосили и вот получается она легла и короче говоря она заматывается но сухой вместе перематывается свежая но вот так вот сейчас покажу вот видите какой участок получился здесь у нас старая мульча старые но не мульча старые эти я собирала ветки здесь что было вот там куча навоза и вот те вот ветки еще тоже надо разобрать я их все сюда потом сложу вот в эту кучу здесь все аккуратненько соберу вот и вот такой вот участок вот 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 это все старая здесь старая старая сухая трава вот видите вот она вот новая и старая и вот ее очень тяжело она даже вот не тянется и очень тяжело косить и потом еще после дождя она не сухая чтобы она ломалась а она влажная и она путается короче говоря вот вот такой вот участок я скосила здесь вот 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 теперь ждем когда она подсохнет кто-то мне говорил что вот надо вам купить другую газонокосилку это вот бензокосилку надо купить газонокосилку ну вы знаете чтобы газонокосилкой той косить нужно чтобы была ровная земля участок неровный здесь вот если вы видите сейчас покажу все смотрите всякие ложбинки горки до пригорки то есть той газонокосилкой именно с мешком ее с ней здесь никак не покосишь в принципе вот еще вот тот участок на котором я там косила может быть еще его как-то это там не получается так сейчас еще покажу вот это вот скосить надо вот эти ветки сначала надо убрать ты их перерубить и вот туда их надо все сложить в кучу как как компостную яму такую сделал компостную кучу туда вот надо все сложить и здесь тоже покосить но я еще хочу здесь и потом протравить полынь хорошо травится в принципе даже лазуи там нормально травится поэтому я это и сделаю скашу и поправлю а вот здесь вот я тоже с утра скосила но это я с утра делала здесь вот гусики видите как хорошо помогли такие молодцы они газонокосилочки лазит сюда но они заразы видите еще в огород лезут так бы если только они хорошую травку кушали так проблем не было бы они вот в огород лезут вот видите пучок осталось я его не скосила надо скосить будет но завтра уже включу ее и вот здесь был бардак где тоже очень сложный участок такой был ой крапива жалится точнее высокая и полынь палка вот смотрите ростом сейчас я ее поставлю если какая она здесь вырастала но это наверно все таки полы я не знаю сколько здесь метров будет ну-ка сейчас сейчас я к забору поставлю стой не падай вот видите какая высотой она даже выше забора как бы мне не свалится ведь какая высота травы здесь было больше двух метров и вот это вот куча дима ребятишки приехали завтра поехали на рыбалку завтра будут здесь вот забор ставить и и я вот это вот эту кучу видите здесь что творится здесь такой бардак вот старый туалет его надо разбирать вот здесь вот прям помойка они сюда и залу скидывали и чего тут только нету бутылки вон здесь короче что тут только нету вон видите куча бутылок вот эту помойку надо разобрать здесь нас мама откопали вот тут мы копаем топинамбура вот здесь много курица вон мусора целая куча мама накопала кирпичи бутылки но все равно здесь надо разбирать как бы ни было да это хлам но эта часть участка земля здесь хорошая вот дерево не знаю хотелось черемуху это но огромное огромное его хотела разве пилить его хотела но чуть-чуть я думаю все равно маленько можно подпилить а так думаю сюда дружка посадить под это дерево ему тут будет прохладно и зимой и летом не жарко и ну не совсем под дерево чуть-чуть стороночки но тенечек хоть будет саму жару от дерева падать на него вот вот такие а дом же вообще показать видите какие у меня хоромы вот так вот а вот ну короче вот этот вот участок тоже сложно сегодня тоже с утра скосила я это чтобы хоть было подкрасться к забору как туалет разобрать и дружка вот сюда вот где место туалета посадить его здесь будку ему разровнять все диму попросим завтра чтобы он это сделал завтра то он не сделает так что на забора достаточно будет кучу бабушка здесь уже копалась ведь клад раскопала коляску мы здесь откопали вот части от коляски что только нету и колготки и носки пока огород копали короче говоря носки колготки наверно с килограмм гвоздей наверное классно пластиковые игрушки зажигалки чего тут только мы не находили каждый год копаем и каждый год клад и клад и клад ну зато вот сейчас забор вот этот вот сделаем и у нас здесь хотя бы вот этой вот кучи не будет видно вот такие дела так вот здесь вот я еще не покосила должен как-то подобраться будет сюда разберемся вот так вот пошла домой варить кушать буду за там уже сварилась надо что-то кушать сварить ну мы уже с бабушкой решили что рассонник вот рассонник сварим ой водичка тепленькая какая хорошая в бочке хоть лечку паса вот картошка у нас уже вылазит хорошо в этом году мы ее мама специально катания давай вот до самого зеленого состояния чтобы она ведь вылезла в смысле про цветом стала зеленая и год потом будем садить и она быстрее вырастет ну вот так и получилось морковка уже вылазить да свекла вылезла ну короче говоря такие вот дела кабачки все папа вылазила сейчас еще куча травы вам лезет там вот дружок вылез да дружба скажи всем большой привет поздоровайся со всеми скоро у тебя будет новоселье а вот его вот этой штучечки мы сделаем для курочек такой навесик чтобы ну для цыплят чтобы они у нас могли здесь сидеть и выход у них был туда вот большой загон здесь мы сделаем такой навес крышу покроем все сделаем вот здесь насестаем сделаем дружка уберу с той стороны сделаем дырку в этот металл весь уберем той стороны сделай дырку и они будут ходить вот в этот вот загон гулять ну как собственно всегда у нас и было куры у нас в этот за в этом загоне гуляли все как видите травой заросло ну вот здесь вот эти дыры еще все позакрывать надо чтобы они не лазили у нас это они все в огород повылезут они же копают там где им как раз нельзя копать чтобы вылезти на улицу ладно пошла я домой устали мы с бабушкой пойдем кушать варить это завтра ребята приедут утром чем-то позавтракать мы-то с бабушкой как всегда кусочницы вот и плов завтра будем готовить вот такие вот дела ну когда покосишь траву так хорошо становится раньше там прям все у меня лес лесом было вот здесь вот я вот тут еще не покосила но там у меня там у меня малина растет вот я ее не хочу скосить там надо все вручную вот мы с мамой там будем ковыряться вручную вот эту часть забора где уже прожилины стоят вот такие дела там вот этот пятачок некошенный остался ну ничего страшного скажу потом вот такие вот дела вот и все читалась и перед вами что сделала во дворе опять трава выросла но ничего тоже потом успеем сейчас надо сток сена этот убрать соломы чтобы но это я говорю позже мы сделаем уберем и потом сюда вот на и вот в это место будем сюда в это место будем доски складывать вот такие пирожки как цыплята пушистые такая она пушистая метеола вон вылезла пахнуть будет ну вот и все ой я села на мокрый стул сегодня у нас день по косушек весь день я косила и пойду сейчас кушать а вам желаю всего хорошего хорошего настроения кто в отпуске отдохните пожалуйста за меня хорошо хорошо здоровья удачи спасибо вам за комментарии за лайки за советы за подписки нас уже почти две тысячи еще еще с таким успехом с таким ритмом как я веду канал люди подписываются большое всем спасибо и всем большое всем пока пока